Привет, друзья! Это Фей и Rogue Voltage. Не демо-версия, а версия раннего доступа, которая выйдет или уже вышла в Steam 10 мая. Я к ней получил доступ чуть-чуть заранее, благодаря тому, что настроил какие-то хорошие отношения с разработчиком. Он мне когда-то, ну год назад примерно, написал на почту, попросил на фестивале демо-версии попробовать вот эту его демку. Описал, что это JRPG-тактика с рогалик с автоматизацией. Меня это заинтриговало, я это попробовал, и мне очень сильно понравилось. Вот, я сделал шорс, сделал два, по-моему, длинных видоса, как минимум. Вот, и, в общем, мы оба с разрабом остались довольны сотрудничеством, и я себе позволю такое чуть-чуть долгое вступление, потому что это будет не что-то привычное, наверное, текущему моему зрителю, что там вот как в Балатре или как в Streets of Rock, нарезки. Это будет больше такой экспириенс, как на стриме, то есть, ну, только без камеры. Вот, я буду рассуждать вслух, никаких вырезов не будет, разве что, где я слишком очень много буду тупить или молчать. Вот, но в целом это будет вот такой длинный опыт, и подразумевается, что вы, наверное, там, себе заварите чего-нибудь вкусненького, поесть-попить, да, как говорят. И посмотрите и вникните в эту игру вместе со мной. Вот, а я на самом деле плохо помню, как в это играть, поэтому мы посмотрим сначала обучение, а потом попробуем забег. Я помню, что забеги здесь длинные. Год трехтысячный или что-то вроде того. Мир. Ну, давайте скажем, что он был типа разрушен. Несколько выживших из гравистрофы живут в разбросанных лагерях, укрываясь от гравитационных, гравитонных энергетических шипов. Хорошо. Для тех, кто не знаком, для тех, кто не смотрел мои видосы по демо-версии, посмотрите, во-первых. Во-вторых, значит, в чем здесь суть? У нас есть вот эта модульная стойка. Это, по сути, сетка, на которой мы можем размещать специальные модули. Кстати, ну, анимации добавилось. Прям поприятнее стало. Там, по-моему, в демке было вообще без анимаций. Не очень понятно было, куда ты переставишь что-то. Ну, ладно. В общем, есть сетка, есть модули. Эти модули можно соединять. Вот. И прикол в том, что вот здесь, например, выход из модуля зеленый. И зеленый я могу только с зеленым соединить. Красный только с красным. У разных модулей могут быть разные цвета входов и выходов. И соединять можно вот только те, которые соответствуют друг другу. Вот этих выходов и входов может быть несколько. И у вас как-то ограничена энергия. То есть вам на каждом ходу нужно как-то зарабатывать энергию. Ну, вот тут, например, генератор генерирует одну энергию прямо при активации. То есть в начале нашего хода. Но есть и другие модули, которые генерируют энергию только при каких-то условиях. Вот. Хорошо. Да, модули работают на энергии. Некоторые генерируют энергию, некоторые усиливают или сохраняют ее. А другие превращают ее в эффекты. Да. То есть нам, чтобы хилиться, чтобы зарабатывать деньги, чтобы атаковать врагов, нужно будет соединять модули проводками. Соедините модули, размещая кабели между входным и выходным разъемами одинакового цвета. Да, то, что я показывал. Соединяем. Вот. И после того, как мы соединили все, как мы хотим, мы нажимаем кнопку. Все начинает работать. И мы наносим урон. Нам тоже наносит урон. И да. Значит, кроме этого у нас будет рюкзак. Здесь он у нас только появился, но он у нас будет всегда. Здесь мы можем хранить модули и обмениваться ими между персонажами. Да, у нас будет несколько персонажей, которые будут ходить в разное время. Нам нужно будет следить за тем, когда ходят враги, когда ходим мы. И мы сможем с этим что-то делать, как-то этим манипулировать. Значит, возьмите лечебное изделие в свою стойку, но вам не обязательно его использовать прямо сейчас. Угу. Да. Вот. То есть я могу здесь хранить четыре модуля. Я могу сюда положить один модуль. И после этого выбрать другого персонажа, ему положить этот модуль. Некоторые модули, по-моему, нельзя убирать. Да. Потому что это снаряжение персонажа. Вот. То есть что-то просто нельзя вынуть. Но большинство можно. Хорошо. Понятно. Мы все перетащили. Теперь нас чуть-чуть отпускают. То есть мы вольны сделать в этом ходу что угодно. Значит, зачем нам вообще эта зелька? Зелька нам для того, чтобы полечиться. Входной разъем. Входной разъем. Это выходной разъем. Так. Я вас не могу соединить. Ага. Потому что у меня ноль зелек. Угу. Хорошо. Так. А датчик лечения генерирует одну энергию каждый раз, когда персонаж игрока получает лечение. Угу. Хорошо. Ну, вот этот модуль мы ни с чем не можем соединить. Потому что он зелененький. Вот. А вот эти модули мы не можем соединить. И я так подозреваю, потому что лечебное зелье у нас на нуле. И оно ничего не сделает. То есть мы не можем его потратить, потому что у нас его нет. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Мне казалось, что этот номер показывает не то, сколько у меня лечилок сейчас, а то, насколько зарядился этот предмет во время хода. То есть я могу там несколько раз ему импульс энергии послать. Мне казалось так. Но, видимо, нет. Давайте посмотрим, что произойдет, если я просто все соединю. Угу. Ничего. Просто убили. Окей. Так. Выберите модуль, чтобы взять его в стойку. Ага. Усилитель плюс один. И он преобразует из зеленого в красный. Это позволит сильной реакции. Ага. Короче, русский. И тут машинный, но хоть какой-то. В целом понимать можно. Я просто поднимал немножко эту тему на стриме, что какая бы у вас игра ни была индюшная, хоть какой-то перевод на разные языки в ней надо сделать. А потом вы за счет этого привлечете сообщество определенного языка, и оно вам уже поможет довести этот язык до идеала, если вы этого захотите. Вот. Если ваша игра действительно интересна, и найдутся энтузиасты, которые готовы на нее свое время потратить. Вот. Ну ладно. Значит, хрупкий, поэтому будет уничтожен после использования. Ага. Да, вот этот тег хрупкий. Окей. Ну вот у нас все зельки хрупкие. Да. Но то, что у нас усилитель хрупкий, это странно. Обычно все-таки так не происходит. Так, поехали дальше по обучению. Заметил свой датчик лечения. Модули. Датчик могут производить много энергии. И позволяют делать мощно-цепные реакции. Давай построим твой первый. Активируйте лечебное зелье с помощью генератора. Ага. Это то, что нам не разрешили сделать вот в прошлом. На прошлом бою. В прошлом бою. Это вызовет датчик лечения, который сгенерирует энергию. Ага. Да. То есть, из-за того, что мы похилимся, это сгенерирует энергию здесь. В датчике лечения. И благодаря этому мы можем запитать атаку. То есть, мы можем и похилиться, и атаковать. В этом мы и... Включаем. То есть, мы схему составили. Она дальше работает просто автоматически. Вот. Хорошо. Аккумулятор с зеленым входом. Крайне полезен для хранения энергии. Угу. На протяжении ходов сохраняет энергию. То есть, я могу его зарядить в каком-то ходу, где мне не так нужна энергия. Или где я хочу ее сберечь. Например, использовать какой-то предмет, который требует, может быть, две энергии за ход. Вот. В общем, о применении можно массу найти. Хорошо. Брат, подожди. И ты забыл свой ячейк регенерации. Господи, как это мемно звучит. Брат, подожди. Разве это не твой самый важный предмет экипировки? Давай избавимся от этих монстров вместе. Так, есть на стойку с Лаппер Джексон. Переместите ячейка регенерации в общий рюкзак. Обратно на Слаппер Джонсон. И переместите в его рюкзак. Да, то есть, нам здесь представляют второго персонажа, у которого... Ага, есть граф Заряд. Ну, я позже скажу, что это, и я думаю, нам объяснят. Наносит целевому врагу урон. Двойной генератор. Он генерирует одну энергию, но... А, он генерирует одну энергию на обоих разъемах. Я думал, только на один из них. Но если на оба, то замечательно. Хорошо. Так, вот, еще одна основная фишка этой игры, это вот этот таймлайн, временная шкала. Она показывает последовательность ходов. И вот интересно заметить, ну, мы ходим мы, дальше вот сколько-то ходов дальше будет ходить Хронокод, потом Джексон, потом Лис. И самое интересное, что мы можем влиять на эту временную шкалу. Сейчас мы увидим, как. Так, после этого продвинется вперед, и через четыре шага, ну, да, да, но это то, что я объяснил. Видите выделенный круг через семь шагов. Там будет следующий ход Слоппер Джонсон, да. Ну, нам просто отмечают, что через вот столько ходов, вот этой точечкой, очень удобно, будет следующий ход. То есть мы можем посмотреть, как мы центруемся с другими врагами, успеем ли мы до них. Хорошо. Так, давайте используем этот ход, чтобы подготовить еще более мощную цепную реакцию. То есть если вы видите, что вы, например, успеете там несколько раз походить до врага, то, возможно, вам там стоит накопить какую-нибудь энергию и получить преимущество. Хорошо. Так, зарядите вашу ячейку регенерации. На следующем ходу Слоппер Джонсон вылечит обоих героев. На следующем ходу Джонсона она вылечит обоих героев, вызвав датчик лечения дважды. Ага. Так, зарядите клетку регенерации. Окей, давайте подключим генератор. Понятно. Хорошо. Ну, мы можем, да, просто так оставить. Ага. Ага. Может быть заряжен в начале хода владельца. Удаляет односохранение энергии, чтобы применить один лечение ко всем игрокам. Ага. Ну, это даже мощнее, чем просто лечилка. Звучит как имба, на самом деле. Так, ну хорошо. Ну, значит... Можно либо заряжать, либо разряжать. Ага. Логично. Тогда, наверное, мы просто зарядим аккумулятор на два, а потом его на два разрядим. Наверное, будет логично. Либо можно... Зачем? Либо можно... А, не, мы не можем. У нас нет переключалки проводов. Поэтому мы будем заряжать аккумулятор. У нас тут выбора особо нет. Что делать? Ну ладно. Что? Нет энергии. Ходы могут быть перемещены назад или вперед во время. Времени применяя граф заряд плюс или граф заряд минус к бойцам. Граф заряд плюс замедляет бойцов. Отталкивает их по временной шкале назад, но как бы вперед. То есть задерживает их. Вот здесь будет небольшая путаница. Но запомним так, что плюс — это плохо. Чаще всего. Минус — это хорошо. То есть минус приближает наше действие, наш ход. А плюс — отдаляет его. Вот. И враг на нас наложил гравий заряд. Поэтому мы будем атаковать уже после лиса. И это уже критично. Харнакот, да, только что применил. Управление временной линией. Слоппер Джексон также может управлять временной линией с помощью своего децеллятора плюс один. Ладно. Так. Децеллятор плюс один. Применяет гравий заряд к цели. Отодвиньте ход лиса позади хода Слоппер Джонсон. Таким образом вы сможете победить, прежде чем он вообще сможет сделать ход. Да. Да, то есть если у нас применили этот заряд, то мы тоже можем в ответ его применить, чтобы вернуть себе преимущество. Хорошо. Значит, лиса, говорите, отодвинуть. Ну, надо сначала все активировать. И после этого мне предложат что-то по кому-то ударить. Я думаю, мы ударим... По кому мы ударим? В целом... Без разницы. В целом без разницы. Наверное. Нет, давайте ударим по лису, потому что мы сейчас его задамажим, откинем его по временной линии. И благодаря этому мы сможем Джонсона убить лиса до того, как лис успеет атаковать. Так, ячейка регенерации вылечал обоих героев, вызвав датчик лечения дважды. Теперь он содержит две энергии. Ага. Сенсоры потеряют всю энергию, если не будут разряжены к концу хода. Маршрутизируйте его в аккумулятор. Угу. Хорошо. Так, ну я вроде маршрутизировал. Нет? Аккумулятор. Я не зарядил? Мне казалось, у меня было соединино. А, ладно. Сказано было зарядить аккумулятор, я как бы это сделал. Но то, что здесь нужно еще подключить бластер, это было не очень понятно. Ну ладно. Так, хорошо. Ну, теперь мы готовы, наверное, включить напряжение и добить лиса. Угу. Хорошо. Так, ваш датчик лечения имеет перезагрузку. Это означает, что разрядка его поставит его на перезарядку. Окей. Модули на перезарядке не могут быть активированы в течение одного хода. И сенсоры не будут реагировать на трекер. Окей. Так, оценка битвы. Чем раньше вы закончите бой, тем лучше будет ваша добыча. Полоса оценки показывает, сколько времени осталось. Всегда стремитесь к наилучшей оценке, чтобы получить более прочные и ценные модули в качестве добычи. Да. Но тут фишка не только в том, чтобы ну, как можно раньше закончить. Не только в том, чтобы получить лучший лут, но и после какого-то момента нам будет штраф за то, что мы не успели в какое-то количество ходов, и этот штраф будет там не какой-то материальный. Ну, мы, конечно, меньше ресурсов получим, да. Но тут еще и буря какая-то начнется, которая будет нас пожирать. Вот. Окей. Что мы сделаем с Лопером Джонсоном? Наверное, мы сделаем так, что хронокота отодвинем и ударим. Тогда мы успеем... Успеем Джексоном Джонсоном ударить. Разрядить аккумулятор. Угу. Ну. Мне предлагают вот так сделать. Ага, я вроде подключил. Опять же, почему... Зачем мне это соединять? Или ты уже не на... Не на перезарядке? Не знаю, в общем. Ну, короче, это обучалка. Бам. Все. Отлично. Так, выберите модуль, чтобы взять его в свою стойку. Конвертер плазмы с универсальным входом. Универсальный вход, он может... Он беленький, он может любой... Любую энергию принимать. Так, положим его пока в рюкзак. Угу. Эта штука позволяет нам зарабатывать плазму. И плазма это, по сути, деньги в этой игре. Так. Какой-то более сложный бой. Сильная гравиоактивность в этих болотах должно быть исходит от этого страшного гигантского гриба. Если мы будем придерживаться того, что мы узнали, мы сможем победить его. Хорошо. Хорошо. Так. Я привык все рассоединять, но нам здесь нет смысла все рассоединять. На самом деле. Так. С чего мы хотим начать? Значит, лис у нас атакует следующий. В принципе, лиса мы можем успеть убить. До того, как он что-то... Как он что-то сделает. Я думаю, мы этим и займемся. Значит, просто ударим по нему. Так, а бластер наносит целевым врагу урон. Да. Это целевый враг. Окей. И отодвинем его. Тогда он будет атаковать после Джонсона. Хорошо. Энергия у нас тут пришла. И... Ну, мы тогда зарядим аккумулятор. И ударим по лису. С другой стороны, мы можем плазму себе заработать. Стоит ли оно того, не знаю. Равновесие. Постоянная буря, которая кружит по всей поверхности. Оно уравнивает локальные нестабильности, игра в заряда. Угу. Да, это уменьшает дебафы по временной шкале и убирает бафы по этой же временной шкале. Хорошо. Хорошо. Так. Ну, это, видимо, для баланса. Ну, допустим. Так. Я точно хочу ударить просто лисы сейчас. Вопрос, хочу ли я копить энергию, или хочу ли я заюзать ее на плазму. Или мне не дадут? Не дадут. Видимо, пока не объяснили, нельзя. Ну, ладно. Так. Ну, окей. Добиваем лиса. И заряжаем аккумулятор. Хорошо. Так. Гриба тоже можно откинуть, в принципе. Но мы его не убьем, скорее всего. До того, как он сможет уходить. Почему мы его можем откинуть? Я не знаю, почему мне для бластера не нужно выбирать цель, когда один враг. А для гравий-заряда нужно. А, ну, наверное, потому что я гравий-заряд могу и на своего друга поместить. Не знаю, зачем. Но можно. Возможно, иногда пригождается. Так. А кто у меня находит на перезарядку датчик лечения? Угу. Хорошо. Так, ну тут явно стоит разрядить аккумулятор, ударить гриба два раза. И будет нам хорошо. Плазменную штуку, я так понимаю, мы все еще не можем использовать. Наверное, окей, тогда ячейка регенерации, пусть заряжается. Поехали. Споры босса. Что? Кто с кем спорит? Теперь у черт гравитационного ронейси он уравнивает гравзаряд. Бойцы получают половину в виде урона. А, нифига себе. Я вот это не прочитал. То есть, те, у кого будет баф на гравзаряд, получат урон. И это на самом деле забавно. Потому что, получается, мы можем бафать врагов, чтобы они от этого равновесия получали урон. Да, вот, гриба забанили, побили, потому что у него был баф. Окей. Окей. То есть, если меня вдруг забафает кто-то, то перед равновесием можно себя дебафнуть по временем, чтобы не получить урон. Замечание интересное. Так, ну ладно, пора добить этого гриба. И, в принципе, у нас, опять же, нет особо выбора, что делать. Так, производство плазмы. Вот, наконец-то нам предлагают плазму подключить. Давайте это сделаем. Предлагает это, видимо, сделать вот так. Да, можем сгенерировать плазму и добить этого гриба. Хорошо. Возможно, мы будем иногда жертвовать здоровьем, лутом, ради того, чтобы погенерить себе плазму. Но не факт, что это всегда хорошая идея. Так, выберите модуль, чтобы взять его в свою стойку. Брат, могу ли я использовать эту? Обрека зелий. Я обещаю также создавать зелий лечения для тебя. Создает универсальный лечебный напиток с хрупкий. Добавляет плюс одну энергию к текущему. О, прикол. Ага, вот что значит плюс один. То есть, этот модуль получает плюс одну дополнительную энергию с каждой энергией, поступающей у него с каждого импульса. Хорошо. Брат, могу ли я использовать брат? Вернувшись в лагерь, вы можете использовать плазму для лечения или воскрешения ваших персонажей. Вы также можете постепенно восстанавливать здания, в которых можно покупать и улучшать модули. Окей. Эти редкие модули. Угу. Ага, это аккумулятор на 3, и он с входом зеленым и выходом синим. Ну, с одной стороны интересно, с другой стороны... С другой стороны... С другой стороны, с чем его использовать? Потому что эту синюю штуку я не могу вынуть. Эту штуку я не могу вынуть. Не получается там связка, чтобы я наносил этой штукой сразу 3 урона в одном ходу. Сразу 3 раза урон, точнее. В одном ходу. Это... Не сработает. Мы можем еще один датчик лечения купить. Генерирует одну энергию каждый раз, когда персонаж игрока получает лечение. Он с синим выходом. И для слопера Джонсона подойдет. Возможно, нам это стоит купить в связке с аккумулятором как раз. Нет, не стоит. Потому что тут должен быть вход синий, чтобы нормально это все работало. Так, а это усилитель плюс 1 добавляет одну энергию к току. Модуль не может быть активирован. Первая поступающая энергия разбивает кристалл. Реактивация получает выведен из строя до конца боя. То есть одноразовый набой. Добавляет плюс 1 энергия к току. Окей. То есть... И это неисправный. Датчик лечения тоже неисправный, блин. То есть он нам даст энергии только один раз за мой. Ну... Давайте датчик лечения возьмем, я думаю. Остальное нам... Не думаю, что так нужно. А, мы не можем это себе позволить. Ох. Так, ладно, погнали. Вернувшись в лагерь, вы можете использовать плазму для лечения или воскрешения ваших персонажей. Вы также можете постепенно восстанавливать здания, в которых можно покупать и улучшать модули. Мне интересно, это мета или что это? Начать приключения назад меню. Часть 1 периметр. Вот это вроде как бы рогалик, но вроде и не знаю что. То есть... Мы можем возвращаться в лагерь. И лагерь это, я так понимаю, мета, которая... Ну... Сквозь все забеги идёт. Возможно. А возможно и нет. Возможно, это надо каждый раз лагерь прокачивать. То есть тут какие-то вайбы лупхера. Прослеживаются. Так, ну ладно. Значит, два гриба. Чё делают грибы? Либо споры, либо... Коллапс. Интересно. Вот споры, они нам... Они нас сдвигают по шкале. И... Гравитационный коллапс, он наоборот нам удаляет дебаф этот и наносит один урон. Мне интересно. Это значит, что... Врагу обязательно удалить у нас дебаф, чтобы нанести урон? Или достаточно... Ну, или это просто наносит урон? Вопрос хороший. Ответ... Я не знаю пока что. Окей, допустим. Так, ну грибы... Мы сейчас с Джексоном ходим. С Джексоном мы можем один из грибов откинуть назад. Но... Не знаю, насколько в этом есть смысл. Альтернативно мы что можем сделать? Альтернативно мы можем либо просто плазму себе заработать. Либо... Или что это? А, фабрика лечебных зелий. Ага. Либо можем себе зелень нагенерить. Так, давайте начнем с такого вопроса. Можем ли мы... Один из грибов убить... До того, как он сможет что-то сделать? Да. Но второй все равно успеет что-то сделать. Можем ли мы сделать так, чтобы никто не успел ничего сделать? Вопрос хороший. Значит... Выходной разъем синий. Мы можем ударить гриба. И замедлить... Его же. Ну, да. Давайте сделаем так тогда. Вот этого надо. Хилки пока не будем нереть. Это не так нужно. Кстати, почему у этого показывается портрет, это не точечка страны. Так. И то, и то мы отрисуем тебе, я думаю. А он на всех вешает эти споры. Ну, даже... Даже к союзникам... Ну, ладно. Так, допустим. Сможем ли мы успеть... Успеть... Успеть-успеть... Успеть... Всех грибов убить... До того, как награда наша ухудшится? Наверное, нет. Мне интересно, был ли вообще способ... Это сделать? Ну, ладно. Значит, мы можем... Агент себе бахнуть. Кстати, у нас, по-моему, было 5 хп. Почему у нас 4 стало хп? Максимальных. Странные дела происходят. Ну, допустим. Этого гриба... Вот этого. Я не могу никак откинуть к таймлайну. Даже если захочу. По-моему. Басты. Отсюда, может быть, хотим перетащить. Наверное, нет. Ладно, давайте не будем долго думать. Сделаем что-то... Какое? Наверное. Стараемся просто как можно быстрее побить. Гравитационный коллапс. Окей. Но выглядит так, как будто бы он за счет... Убирания дебафа. Ну и сторон. Ну ладно. Так, мы в целом можем... У нас есть время похилиться и... Точнее, время сделать хилку. Вот так скажем. И плазму. Нет. Плазму не получится. Давайте сделаем хилку. И... Нанесем урон. Так. Тогда мы сможем добить гриба и получить хорошую награду. И в то же время сделать хилку, чтобы потом захилить Джонсоном. Удалить все провода. Пустить ход. Интересно. Окей. Буря. После какого-то хода начинается буря. И... Тут... Она начинает наносить урон. Всем врагам на этом временном шаге. Да. То есть... Вот. Из-за чего мы можем хотеть себя дебафить. Потому что на определенных ходах... У нас будет бить буря. Но нас буря не побеспокоит в этот раз. Не знаю, что стоит тут сделать. Наверное, это просто ударить. Не вижу смысла делать что-то еще. А, ну похилиться можно. Ну, мы не сможем похилиться и ударить. А если мы сейчас не ударим, то мы награду... Хорошую не получим. Так что давайте просто ударим. Угу. Ага. Победите в своем первом бою. Победите в своем первом монстре. Окей. Изменяет цвет тока на универсальный. Вот это уже интересно. Датчик плазмы генерирует энергию каждый раз, когда создается плазма. О, так это халява. Блин. И то, и то. Хорошо. И то, и то прям замечательно, я бы сказал. То есть мы можем благодаря красному току питать вообще что угодно. Это нам для Джонсона подходит. Очень хорошо. А, можно пропустить и получить две плазмы. Кстати, интересно. Что это баф? Что это плазма дает пропуск? Ну, как будто бы датчик плазмы это более логичное решение. Хотя вот фиолетовый выход нам нужен вообще. Фиолетовый выход наносит урон. На Джексоне. Так что, да, давайте датчик плазмы возьмем. Тогда мы сможем делать интересные вещи. И зарабатывать плазму. И получается бить. Так, лягушка. Лягушка, лягушка. Лягушка, льтушка. Куслоппер любил бросать их на барбекю с самого начала гравистрофы. Они пытались сделать с ним то же самое. Грави броня. Каждый раз, когда он получает урон, наносит плюс один гравитона атакующему. Атакующему. Окей. Наносит один урону врагу. Может удалить с цели... Может. Типа это случайно или это... Он, если захочет, это сделает. Может удалить один гравитон, чтобы повысить мощь на один. Оглушающий квак удаляет мощь. Для применения гравитационной отдачи. Ко всем модуям на вражеской стойке. Гравитационная отдача. Активация даст владельцу плюс два гравитона. Угу. Так, ну а грибы вроде то же самое. Окей. Окей. Так, ну с чего начнем? Вообще можем начать с того, чтобы зарядить энергию... И ячейку регенерации. В начале хода владельца подаляет одну сохраненную энергию, чтобы применять одно лечение ко всем врагам. Угу. Сразу сгенерирует энергию, которую мы сразу можем использовать в плазму. А потом из-за генерации плазмы мы ничего не можем сделать, потому что здесь фиолетовый выход, и это надо Джонсону давать. эту штуку. Типа, вот так. Сколько у нас... А, это датчик лечения я взял случайно. А не датчик плазмы. Или что? Что я сделал? Ничего не понял? Ладно. Так, а ты что? Ты что? За колокольчик. Ладно, не важно. Так, но окей. Тогда я могу просто похилиться и ударить. Нет, не могу. Я могу похилиться и зарядить аккумулятор. Что в целом то же самое, что просто бахнуть регенерацию. Так что смысла, наверное, нет. Не срабатывает, когда находится в рюкзаке. Ну, понятное дело. Было бы странно, если бы оно срабатывало, когда находится в рюкзаке. Что, давайте просто регенерацию тогда бахнем. И засим все. Так. Мы в следующий раз атакуем вместе с грибом и гуфом. Грибом и лягушкой. Кстати, я не помню вот этого. Ну, лягушку в демке. Гриб. Возможно, гриб перерисовали. Так. Хорошо. А теперь мы можем разойтись с плазмой. Сделать что интересного. Можем сделать так. Мне нет смысла отбрасывать кого-то назад по времени. На самом деле. Потому что я и так в следующий раз похожу раньше, чем все остальные. Поэтому мы можем сделать так. 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 И так. Мы изгенерируем хилку. И после этого нанесем урон. Благодаря тому, что сгенерируем еще и плазму. А нанесем урон мы кому? Ну, лягушка звучит как более страшный враг, но гриб звучит как враг, которого можно быстрее убить. Поэтому, наверное, мы начнем с гриба. сгенерируем сгенерируйте 10 энергии. В общем, ачивки валит. Угу. Так, хорошо. Разряжать или разряжать. мы можем зарядить. Ну, что вот так сделать? Тут неверный цвет, но типа это же получается просто бесконечная машина по лечению, нет? взять, бахнусь, конвертер сюда с зеленого на красный и получается мне регенерация будет заряжать датчик лечения. Датчик лечения будет заряжать ячейки регенерации. Так, по кругу. Я просто буду бесконечно хилиться. Прикол? Мне кажется, прикол. Так, ну, значит, заряжаем аккумулятор и пока бьем гриб, наверное. альтернативно можно похилиться, но мне кажется, гриб убить важнее. Окей. Датчик плазмы на перезарядке, ферма лечения на перезарядке. Но мы все еще можем ударить лягушку и сгенерить плазму. Или ее стоит, наверное, откинуть все-таки эту лягушку во времени, чтобы она не успела походить, чтобы мы ее успели добить, потому что мы можем сейчас нанести два урона Джонсоном. Это, наверное, будет поразумнее. И мы успеем Джонсоном еще и полечиться. вроде кайф. Да, давайте так и сделаем. Так, там буря опять появилась. Не страшно, потому что можем нанести два урона и похилиться. Угу. Бам. Хорошо. Уничтожь свой первый модуль. Это лечебное зелье я уничтожил. Датчик лечения генерирует одну энергию каждый раз когда персонаж лечится. Но у меня есть такая штука и я не уверен, что мне нужна вторая такая же. Она прям идеальна. Абсолютно такая же. Только это уходит на перезарядку, а это неисправно. Такое все. Применяет к цели уязвимость. Длительность энергии экстре, что? А. Типа как долго длиться этот эффект это в зависимости от того, сколько энергии поступило в этот модуль умноженный на 3. Окей, уязвимость звучит как что-то более интересное. С другой стороны можно пропустить и получить плазму. Но я думаю возьмем. Хорошо. Так, идем дальше. Болотные топи. А, через магазин пройдем. Это будет быстрее. И интересно, что там в магазине можно найти. так, хорошо. Снова та же комбинация врагов, но мы знаем, что примерно с ними делать. Значит, лягушку сейчас нет смысла откидывать. Возможно, мы потом откинем гриб. Возможно, стоит сразу откинуть гриб. Да. Мы не успеем откинуть гриб, если сейчас его не откинем. Так что давайте откинем гриб и ударим по нему, я думаю. альтернативно можно похилиться и благодаря этому сгенерировать энергию и ударить так благодаря датчику лечения. Вроде это должно сработать альтернативно. можно датчиком лечения сгенерить плазму и датчиком плазмы нанести урон. По сути, мы сделали что? Мы сделали то же самое, что мы делали нашим базовым персонажем. То есть наносим урон и откидываем назад во времени, но еще успеваем похилиться благодаря датчику лечения заработать плазму, а благодаря плазменному конвертеру, точнее, датчику плазмы еще нанести урон. Хил? Хил, кстати, на 2 идет, поэтому возможно нам не стоит хилиться хилкой, пока у нас 1 хп не достает. Так, этого откидываем. окей, и сейчас я думаю, так, у нас есть что-то с входом зеленым, да, но только у этого чела, и это тоже нельзя вытащить. Окей, ну, значит, заряжаем аккумулятор на 1 пока что, и... и... что я могу от этого взять? Заблокировано стойки до следующего хода. Выведено строю. Окей, дочек лечения вообще не будет работать до конца этого боя. То есть от того, насколько быстро мы завершим бой, нас зависят вот эти дебафы. Чем быстрее завершим бой, тем меньше будет дебафов на наших модулях. Окей, допустим. Но я думаю, надо в любом случае гриба сейчас убивать. Нет смысла ослаблять лягушку, потому что мы ее не успеем ударить за время, пока она будет ослаблена. Добиваем гриба, добиваем. А, лягушка еще два раза успела походить. Пока у нас все качурились, точнее наоборот. Ну, вы поняли. Освежились. Так. Могу ли я добить лягушку сейчас? Я думаю, нет. я ее могу откинуть и успеть походить до того, как она ударит. и тогда я ее добью. Ну, да, звучит как план. Вряд ли я успею похилиться при этом. Хотя, не, должен успеть, кстати. как будто бы. Сейчас проверим. Бьем лягушку. Гравитационная броня. не страшно. На самом деле страшно гравитационная броня, потому что если я сейчас ударю эту лягушку, то она меня отбросит во времени на один ход вперед сюда. Поэтому я не смогу ее добить до того, как она успеет атаковать. это неприятно. С другой стороны, а что еще делать? А, что еще делать? Можно же уязвимости наложить. И потом ударить. Вот только вопрос в каком-то порядке все сделается. Ответ где-то должен быть вот здесь. В настройках игры вот здесь есть полный режим управления. Каждый модуль запросит приоритет в последовательности стрельбы. Используйте это для сложных маневров. Вот как будто бы сейчас самое время эту штуку активировать, чтобы точно наложить уязвимость сначала и ударить после этого. вот давайте попробуем. Сначала ты потом слабость ты да отлично успели. Хорошо но я думаю в целом можно эту штуку отключать в большинстве случаев но нужно просто знать и помнить что она существует и что можно выбрать рядок действий. Хорошо выберите один модуль в качестве награды генерирует одну энергию каждый раз когда создается плазма с зеленым выходом и перезагрузка перезарядка точнее зеленый выход это мы можем использовать замедлитель на Джексоне и складывать это в аккумулятор на Джонсоне альтернативно можем фиолетовый ток менять на красный и плюс одну энергию с этого получать вот это уже интересно это прям кайфово то есть это с помощью этого мы можем увеличивать свой урон хорошо магазин мы можем что-то продать хочу ли что-то продать есть что-то что я вообще не использую что полный трэш само по себе будто бы нет будто бы нет прям трэша все более-менее пригождалось может быть заряжен или разряжен аккумулятор ладно так зелье нам не нужно что там пропускной способности ой к счастью это не покупает его навсегда сразу улучшатель пропускной способности так применить постоянное улучшение плюс один к модулю типа пропускной модуль на этой стойке чё пропускной модуль может иметь только одно улучшение будет активировано во время стрельбы если включен круп это бафнуть один раз плюс одна энергия в ток и применять постоянное улучшение к модулю на этой стойке пропускной модуль пропускной модуль что значит пропускной мод подписывается вот пропускной мод короче можем бафнуть еще усилитель датчика это у нас единственный пропускной модуль я так понимаю все это интересная перспектива альтернативным можем взять конвертер зеленого на универсальный что нам это надо также плазмозжигающий генератор генерирует две энергии за счет плазмы уф но это кстати не так уж плохо то есть это по сути в два раза лучше чем датчик плазмы нет просто датчик плазмы нам получается дает ну ладно датчик плазмы он нам бесплатно дает энергию окей точнее бесплатно дает да энергию за за то что плазма просто существует появилась а этот сжигает плазму дает две энергии мне нравится бафнуть модуль мне кажется это просто прикольная идея па па по хилится в бою успеем станция лечения сокращающий экран применять лечение ко всем союзникам реактивация этот модуль создать копию самого себя теряет одну репликацию а типа один раз он воскресит нас еще раз появится то есть два воскрешения по сути эта штука но не то что он не воскрешает он просто лечит а лечение оно какое до свидания босс да нет мини босс или что-то типа мини гриб а ну босс написано босс что босс гриб буду как-то ставить это под сомнение нет не буду окей фабрика лечебных зелий смешно что я иногда просто туплю выбираю что-то и просто читаю название этого так ладно пилон ну пилон это что-то что мы можем просто уничтожить буквально сразу да наверное я вот так сгенерирую две плазмы даже три но мне в принципе не важно не ну три плазмы будет лучше в любом случае поэтому наверное я снова включу порядок модулей потому что я хочу чтобы у меня улучшатель пропускной способности сработал раньше тогда эта штука даст не подключен датчик не подключен за датчик а добавляет плюс энергию току если проводить после модуля датчика что я сделал а я думаю куда она делась там отменилась видимо переставилась к другому это типа могу переставлять между персонажами на правую кнопку мыши прикол ну ладно так то есть после модуля датчик ага вот так то есть окей тогда я наверное пока не буду его улучшать с другой стороны но он явно не для этого персонажа потому что у него выход красный скорее для этого и тогда включение датчик лечения нужно по-любому все равно держать всегда в сетке иначе он не будет генерить энергии он же сохраняет эту энергию что хорошо то есть он ее генерит и сохраняет до начала хода нашего а генерит он ее в любом случае когда мы лечимся ладно я хотел убить пилон просто давайте сейчас поймем можем ли мы это сделать на слоппере джексоне если нет то ну не судьба значит ну в целом вроде можем то есть если мы действительно сделаем так 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 и так точнее не так а еще этот короче так 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 и вот так то есть мы активируем энергию проведем ее через точнее мы сначала включим улучшатель пропускной способности то есть у нас здесь должно стать плюс 1 тогда мы создадим 2 плазмы тогда 2 плазмы преобразуется в 2 энергии энергии преобразуется в 2 урона я это так читаю вот и дополнительно мы можем хилку создать попробуем улучшили я надеюсь блин улучшили но он все равно дает только при условии что после датчика блин пилка короче мы не убиваем я думал что он все-таки будет энергию давать безусловно у нас всех задебафал удружение хрона мощь за каждый раз когда порядок ходов меняется ладно ну надо добивать этот пилон чтобы он ничего не сделал нам но в целом звучит несложно интересно почему ползменный конвертер блокируется до следующего хода датчик лечения поможет нам этот датчик лечения я просто думаю могу ли я сделать что-то еще кроме того чтобы просто убить его как будто бы просто убить будет лучшим вариантом что там сделает гриб пока непонятным так давайте я пока отключу эту штуку что так больно там что что мне с хилком мне не на этом персонажа она нужна ну ладно но я успею похилиться для того как атакует чел так альтернативно я могу похилиться этой штукой мне это ничего не стоит по сути по датчикам датчик лечения похилиться и за счет этого нанести урон еще откинуть гриб на пару ходов но в этом нет смысла или есть наверное есть я думаю есть лазму пока генерить не будем наверное окей чем еще по переключалось несколько раз это то что у этого датчик лечения зарядился это хорошо так откидываем не то чтобы это откидывание что-то решило он был здесь я его все равно успевал добить сейчас здесь я все равно успеваю добить ладно так вопрос на засыпку наверное нам 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 стоит похилиться альтернативно мы можем ослабить его и ударить альтернативно он нас может после этого убить так что наверное стоит все-таки похилиться похилиться и мы сможем тогда нанести урон нет не сможем так наверное мы что-то такое делаем потому что потому что надо похилиться и эту энергию надо куда-то деть чтобы она не пропала и нам тут опять полный режим управления нужен потому что я хочу чтобы энергия сначала скопилась а потом зарядилась в датчик лечения наверное хотя не знаю есть ли в этом смысл давайте посмотрим а перезарядка он вообще не будет работать ладно коллапс больно его опять стоит откинуть у нас датчик хоть один работает нет фигово усилитель датчика нам по сути бесполезен ладно ну я не знаю но нам тут просто надо его бить и все и откидывать больше ничего не придумаешь потому что у нас все перезарядки или в отрубе жестком так давайте отключим все нормально сработало да я надеюсь в этом не на то нажал что надо было так я могу ударить на 2 альтернативно могу регенерацию бахнуть строя меньше так наверно надо опять ослабить и ударить это будет 3 урона она может джонсона джексона убить джонсон джексона джексона джексоном но мы с этим ничего и не сделаем то есть в начале хода владельца удаляет одну сохраненную энергию мы не сможем его похилить сразу ну если убьет то убьет ничего не сделаем нам опять важен порядок я не знаю возможно оно и так в нужном порядке активируется но если нет то это плохо так уязвимость пропала он нам не нанес урон просто откинул во времени вроде но и замечательно тогда мы можем и успеть сгенерировать хилку и убить его альтернативно можем сгенерировать плазму а я а я все да уже я уже нажал и это не отменить я вообще думал она у нас датчик плазмы не работает датчик лечения выведен из строя у этого но датчик лечения нам бесполезен так что все нормально я сделал и зелька и урон отлично так датчик души генерирует одну энергию каждый раз когда участник боя умирает это неплохо конвертер изменяется тока неисправный блин на перезагрузке ладно эти конвертеры возьмем так это лагерь и мы тут можем купить модульную мастерскую и в ней что-то попробовать купить но на самом деле не мы можем что-то продать конечно уничтожать другой целевой модуль на этой стойке чтобы создать другой модуль того же уровня интересно и эту штуку можно несколько раз использовать то есть она не одноразовая генерирует энергию каждый раз при создании модуля то есть можно делать хилки и за счет этого будет генериться энергия звучит хайпово как по мне что мы можем ради этого продать вот это и усилить датчика чем этот датчик без перезарядки без чего-либо то есть вообще кайфушка жесткая кайфушка наверное мне не нужен одноразовый датчик лечения куда я выдел с тем еще такого лучуязвимости в целом мне наверное не нужен будет лучуязвимости если мне будет большого урона за счет модуля с датчиком аккумулятор аккумулятор блин мне так бесит аккумулятор в целом он нам и не нужен будет наверное не нужен мне на этом персонаже нужен это мы можем продать уязвимость куда-то опять делать так и и еще еще вид тока с другой стороны если можем изменить цвет тока с любого нет с красного на любой то это нам не помогает если бы с любого на красный это был бы другой разговор ладно давайте от этого модуля избавимся и датчик фабрик возьмем сделка выйти за счет плазмы мы можем улучшить модульную мастерскую автомат по продаже модулей и модули за плазму получать окей окей ну я думаю чтобы это видео не длилось 12 часов мы на этом остановимся тут явно дальше будет более сложная локация которая не знаю сколько у нас времени займет я думаю как минимум минут 40 вот поэтому если вам интересно продолжение то пишите пишите об этом в комментариях я давно уже не снимал такой формат в котором мы без монтажа просто общаемся это все был план перевести просто в стримы но эта игра мне кажется как нельзя подходит для именно такого формата потому что здесь очень важно мысли вслух произносить всем и давать время подумать и зрителю тоже поэтому в любом случае пишите как вам возможно если не очень это все зайдет на основном канале мы какой-нибудь альтернативный создадим для конкретно вот таких длинных роликов без монтажных вот но посмотрим в любом случае ROG Voltage это определенно то что стоит попробовать потрогать я надеюсь у разраба все получится и игра возымеет какой-то хотя бы локальный успех она его заслуживает хотя бы в каком-то таком сообществе любителей рогаликов автоматизации я думаю на этом канале таких много я но как-то вот уникально у меня получилось создать именно какое-то такое комьюнити которые которым интересны и факторио что-то про заводы и рогалики вот возможно не часто эти люди одни и те же но и тем и тем эта игра может быть интересна поэтому поэтому я один из первых ее вам показываю ее пробую я посоветовал с разработчику нескольких еще ютуберов кому кому ему стоило отправить ключики надеюсь эти ютуберы тоже какие-то обзоры сделают потому что игра явно заслуживает внимания и забавно что по сути вот мой шорт который собрал там 86 тысяч просмотров по этой игре он набрал по-моему больше всего просмотров на всем ютубе по этой игре то есть любые другие видео по этой игре в русскоязычном англоязычном ютубе набрали меньше чем тот шортс который я сделал на русском языке вот разраб это очень сильно оценил и он мне еще вот в самом начале сказал что когда только вот мою демку обсуждали что игра в россии хорошо так добавляется в список желаемого хорошая там какая-то популярность освещаемость и надеюсь я этому сильно поспособствовал вот потому что потому что действительно понравилось и уникально и в общем ладно перестану остановлюсь на этом в общем советую попробовать демка ну до раннего доступа она точно доступна бесплатно и я не думаю что разраб будет ее убирать я надеюсь он не будет ее убирать потому что это та игра которую нужно опробовать перед тем как в нее полностью вливаться и если демка останется то это будет просто замечательно хорошо в общем пишите стоит ли продолжать если да то обязательно продолжим и как обычно живите дружно и болейте и до скорого пока до скорого пока Продолжение следует...